Всем доброго времени и суток. Мы с вами не виделись огромное количество времени и что же я делала все это время, наверное, интересно. Я занималась собой, своим здоровьем, своим внутренним состоянием. Я снялась в любви саму себе, скажем так, да? Я ходила на курсы массажа, а я теперь каждую неделю хожу в баню, в ЭК-баню. Если кто-то не знает, что это такое, почитайте в интернете огромное количество информации об этом. Вот, то есть, решила посвятить, так сказать, это время самой себе, как-то навести мысли, навести порядок в своей голове, пригладить свои мысли, да? И, если честно, как-то помогло. Стало как-то легче. И физически, и душевно. Вот. А на сегодня не буду вам, так сказать, портить настроение, да, взломными речами. И сегодня мы поговорим об очень девчачьем, об украшениях. И первое, что я вам хочу показать, это вот такая вот коробочка для украшений. Она сделана из бересты. Сейчас, секунду, сниму браслет с нее, чтобы вам было лучше видно. Это такая рябина. Рябиновые кисти по всей поверхности. Видно вот тут стык, что это береста. Она чудесно пахнет абсолютно. И на ней такая жар-птица изображена. Прекрасная абсолютно. То есть вот держать ее на своем столике одно удовольствие. То есть она такая очень приятная на ощупь. И давайте смотреть, что же там внутри. Как я говорила, это были месяцы любви к себе, да. И, соответственно, все, что я покупала, было нечто очень красивое. Первое, что хочу вам показать из разряда необычных украшений, да. Это вот два таких кольца и браслет. Они из меди. Второе колечко. И оно сделано из латуни. То есть если вы посмотрите, там изображен такой гусляр. По-моему, это какое-то старообрядческое колечко и древнерусское. Вот. То есть такое оно очень оригинальное. Оно очень здорово смотрится на руке. И на нынешнее 23 февраля я на работе, когда мы справляли, была именно в этих украшениях. Второе. Это тоже, вот это уже медь. Тоже медь, содержащая колечко. Очень красивое. То есть вот опять ничего не видно, наверное. Это уже старообрядческое. Его мне подарил муж. Мы не старообрядцы. Просто у нас некий заскок на, как это сказать, на самобытные украшения. Вот. И особенно на медные украшения. Поскольку мы где-то узнали, прочитали, что медь может поступать. Недостаток медь является большим, так сказать, источником болезней. Вот. И недостаток медь можно восполнять, например, тем, что ты носишь на себе украшения медные. Таким образом можно влиять как-то на свое здоровье. А второе из этих колечек, это уже вот такой красивейший-красивейший браслет. Он тоже из латуни, медь, содержащий. То есть вот если его надеть на ручку, секунду, то такой вот прелестник. Тоже очень мне нравится. Вообще, конечно, сам рисунок необычный такой. То есть, если кто-то заинтересуется, есть вообще сайт, именно который занимается продажей вот таких вот старорусских, старообрядческих, скажем так, вещей. Очень симпатичные там бывают вещи. Встречаются самовары, ложки, чашки. Вот что-то вот такое. Следующее, что мне попадается, это вот такое кольцо. Вот такой камушек. Оно само серебряное. Я обожаю серебряные вещи. А внутри циркон. Ну, циркон, естественно, искусственный. А вот такое кольцо. Очень симпатичное, на мой взгляд. Так. Очень симпатичное в виде какого-то листика. Тоже красиво сверкает. Так, что же мне попадается еще? Ну, сразу... Ой, господи. Сразу покажу вам колье, которое я недавно купила. Вот так он выглядит. Очень красивое. Оно из серебра. Вот тут где-то написано, что 925-й пробы. Я его увидела в ювелирном магазине нашем. И на него была 50% скидка. Оно у меня обошлось очень дешево. Покажу тем, кто любителям бижутерии. Обрадую вас сейчас в связи с кризисом. Ну, что не бывает же все плохо, правда? В магазинах, которые продают драгоценные какие-то вещи, серебро можно купить за сущие копейки. То есть, вот такую вот штучку я себе увидела и не смогла уйти. Оно прекрасно смотрится под какие-то водолазки. На темных вещах оно великолепно смотрится. На свитерах, на каких-то... Ну, на джемперах темного цвета, темно-синего или черного. Сейчас просто замечательно это все. Ну, так приятно звенит. На каждом, как в виде зарубок таких, да? Такое очень красивое, очень нежное украшение. Оно мне безумно нравится. Вот это одна из последних покупок. Красота неописуемая. Конечно, вот. Вроде ничего такого необычного, просто звенья. Но в качестве украшения оно выглядит очень воздушно. Прям нравится мне очень. Следующее, что мне попадается, это сережки. Тоже серебром, с искусственным камнем. И это циркон. Почему оно мне так понравилось? Оно мне напоминает льдинки, сосульки. То есть вот что-то такое зимой иметь в ушках. Очень-очень симпатично. И вроде как не очень привлекает внимание. Но тем не менее, что-то там такое посверкивает в ушах. Тем более с моей прической. И теперешние многие обращают внимание о том, что оно мне надето. Такое вот так. То есть это обычные гвоздики. Просто, опять-таки, по причине того, что серебро сейчас продается за сущие копейки, я решила себе вот устроить презент. Опять мини-признание в любви. Так. Следующее, что я вам хочу показать. Это Вот такие сережки-протяжки. У меня были такие... Ну, не такой формы, не совсем, конечно, такие же. Мне как-то дарил их дедушка. И, к сожалению, они у меня сломались. То есть вот эта часть полностью отвалилась. И цветочек там был из эмали. Он, к сожалению, отпал. Печаль, беда. Но, тем не менее, я себе купила, приобрела вот такие вот сережки. Темно-синего цвета. Тут они, кажется, немножко посветлее на камеру. И они тоже чудесно вот... Я даже не знаю, как показать. Чудесно выглядят. То есть это что-то такое, опять, не взначально. Но, тем не менее, на каждый день самое оно. И сережки симпатичные. И вроде как никто из женщин особо не придирается, да? Что украшения слишком яркие. Так. Следующие сережки. Это снова серебро. И это цирконы. И какой-то, не помню, то ли искусственный топаз, то ли как-то вот. В общем, что-то по типу. Точно вам не могу сказать. Но к сегодняшнему наряду вот они хорошо подошли бы в нарядах в голубых цветах. И опять они немножко зимние. Меня зимой пробрало чуть на голубой цвет в разных оттенках. И прям синий-голубой. Это мое. Очень красиво они смотрятся. Такие. Не очень большие. Довольно современные. Вот мне не нравятся сережки. У меня, кстати, сейчас вот в ушах что-то наподобие. Они немножко взрослят. И выглядят немножко взросло. Ну, кому-то нравится, кому-то не очень. Я предпочитаю все-таки более такой молодежный стиль в украшениях. поэтому... Вот. Последние сейчас сережки покажу, которые тоже мне очень-очень понравились. Это такая вот дорожка. Они очень маленькие. Дело в том, что у меня большое количество дырочек, да, как я вам уже говорила. На ушах. И поэтому их веселее заполнять чем-то той же цветным. Вот. Так. Показываю сразу. Такая зелененькая дорожка. Я их ношу на второй дырочке. И они замечательно сочетаются с цветными украшениями. То есть, вот такая красота. Сделано под изумруды, но это опять-таки циркон. Универсальный камень, который... Которому можно придать любой цвет. Почему бы нет. Так. Вот, собственно говоря, я вам показала все свои новинки, украшения, которые... которые мне укладывали в этом месяце. И вообще этой зимой, можно так сказать. И последнее. Я даже не знаю, как это... К чему это покупалось, потому что эта вещь тоже в ювелирном магазине. Но, честно говоря, я не знаю. можно ли часы отнести к ювелирному украшению. Не знаю. Для меня это, если честно, штучка необходимая ежедневно. Почему я выбрала серебро для часов? Модель у меня фирма Венсия. Модель, честно говоря, вот В, наверное, W003. Японский тут механизм. Не знаю, увидите, не увидите. Кому надо. Пожалуйста, посмотрите. Видно, как я их усиленно ношу. Что... А... Серебро, конечно, не золото, мягкий металл, да? А ремешок самой компании Венсия, он кожаный. Сам механизм, ну, такая вот, W, да? Сам механизм меня устраивает. Идут очень точно кварцевые здесь, по-моему, стерлинг, стерлинг, силвер, Венсия, джапан, мофт. То есть, вот, кому интересно, да? Что хочу сказать, почему я инвестировала свои деньги в часы. На них была безумная акция 70%. И я решила, что... Я, ну, просто вложусь, да? Потому что моя профессия связана с тем, что я ежедневно взаимодействую с кемитохимическими реактивами. Они попадают, если, допустим, это какие-то испарения, да? Они попадают в воздушную среду, портят механизм часов, телефонов. И поэтому, по этой причине мои часы выходили в строй буквально через месяц-полтора. То есть, если так посчитать, то среднестатистические дешевенькие часы стоят где-то в районе от 500 до 1000 рублей, да? Ну, самые простые какие-то типа чайка. И если посчитать, сколько раз в год мне их приходилось менять, то можно было уже давно себе купить что-то хорошее. Что я, собственно говоря, сделала? Я взяла вот такие часы, о чём не жалею, я их взяла летом в августе. И вот, если посчитать, да, какое количество времени они мне уже слушают, и они давно уже окупились, поэтому я очень рада этой покупке. вот, к чему, собственно говоря, это видео, да, о том, что нужно себя немножечко бабывать. Даже в период кризиса можно найти какие-то вещички совершенно недорогие. Одни из серёжек, которые я вам показывала, стоили в районе 250 рублей, и колечко стоило где-то 190. То есть, когда я вижу такие цены в период кризиса, меня удивляет, почему люди этим не пользуются, да? и мне хотелось до вас донести эту информацию, что не всё так плохо, что можно делать подарки любимым и себе любимой тоже, и не унывать. Вот. Я надеюсь, вам понравилось, вам было интересно. Я очень скучала. Надеюсь, что в ближайшее время я не пропаду, и мои соседи не вздумают к весне снова обновить свои стены на очередной порции дрели. А вот. Ну, всем всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok